всем здравствуйте с вами на связи елене я приветствую вас на своем канале в очередной раз напоминаю о том что я не читаю комментарии если у вас есть какая-то идея либо вы что-то хотите донести до меня задать какой-то вопрос пожалуйста в разделе сообщества под любым моим постом как сейчас так и в будущем да независимо от того какая тематика поста вы можете в комментариях писать все что вы пожелаете для тех кто как-то возмущается и не может понять чем это связано почему именно такая многоходовка они сразу в комментариях я уже объяснила еще раз скажу что это моя защита от хейтеров я посчитала что вот именно вот такой вот способ взаимодействия с вами для меня он будет комфортно если для кого-то некомфортно ваше право не оставлять комментарии вот это для для пояснения да почему я делаю именно так али не иначе и не забывайте нажимать на колокольчик для того чтобы получать новые оповещения и прежде чем предложить какую-то идею для нового расклада что вы тоже можете сделать в разделе сообщества под последним постом пожалуйста под любым моим видео в описании есть ссылка на список раскладов моего канала зайдите пожалуйста посмотрите какие расклады у меня есть на канале обычно примерно процентов 80 из того из того что мне предлагают слушатели либо подписчики я это уже делала если вам не сложно зайдите посмотрите если сложно но я вам просто отвечу о том что этот расклад уже есть вам так или иначе нужно будет его найти для кого кажется что я стала немножко строгая то вам это немножко кажется просто это мои защитные механизмы на то с чем я сталкиваюсь при взаимодействии с людьми людей много все разные я одна и себя нужно беречь и себя нужно любить я этим в принципе и занимаюсь и вам рекомендую так у нас сегодня с вами как обычно три позиции голубой и красный зеленый камешек первая вторая и третья позиции смотреть мы с вами будем расклад который предложил алена головина алена очень много раскладов мне предложила не только сейчас вообще притяжение по моему последних полгода шести месяцев до очень часто я делаю расклады на по ее идеям за что я ей благодарна и сегодня мы будем с вами рассматривать расклад название которого уже видели мои ценности на данном этапе жизни посмотрим что для вас важно и вообще какие ценности поменялись и поменялись ли и так надеюсь времени вам было предостаточно тайм-коды есть всегда в описании мы с вами приступаем позиция номер один голубенький камешек и так первый вопрос что ценно именно сейчас почему улыбаюсь объясню потому что дело дубликат перед этим и выпали почти те же самые карты вот что в том случае что в этом случае выпал дьявол но дьявол не 1 а именно как пояснение уточнения семерки кубков что ценно для вас именно сейчас сейчас вы знаете находитесь я бы сказала в каком-то процессе внутреннем когда не то чтобы вы выбираете путь куда вам пойти до а здесь как будто бы ощущение того что те возможности которые перед вами открывается либо те желания которые есть у вас они как будто бы вас уже не устраивает ощущение того что вот вас искушают чем-то периодически может быть причем материальным до чем-то таким материальным это могут быть финансы это может быть признание власть это может быть я не знаю отношения да но внутри вас знаете вот как будто бы есть ощущение того что вот это все не то здесь чувство такое что от вас уже не устраивает она очень напоминает как четверки кубках когда есть какое-то вот присущение здесь же идет у меня понимание того что вот все что у меня есть либо в то чего я добился либо то чего я хотела бы либо хотел получить дали бы добиться меня это не устраивает да вот здесь вот понимаете здесь нет какого-то удовольствия есть вот ощущение какой-то краткосрочности да даже если вы себе ставите какую-то цель к примеру купить машину да там я не знаю недвижимость может быть куда-нибудь съездить отдохнуть все такое как только вы это получаете у вас сразу это чтобы пропадает интерес вы даже насладиться этим не можете и вот после нескольких каких-то таких попыток и опыта да вашей жизни появилось уже вот это вот ощущение того что я уже не знаю что выбрать то есть вот ну не удовлетворяет меня это все есть здесь понимание того что то что вам предлагается либо то что вы хотите а ну как будто бы не настоящая знаете вот как будто бы твенное тщетное однодневная да нету нету сути нету какой-то вот именно ценности важности для вас здесь причем знаете вот как будто бы это все ложь как будто бы иллюзия фейковость какая-то здесь если мы говорим о том что вообще ценно для вас да на данный этап то как таковой ценности в приоритете нет у вас здесь еще и в купе с дьяволом получается так что для вас ценно то во что вы верите а поскольку вот это вот верование ваше периодически может изменяться то и то во что вы верите да но вот как ценность она тоже для вас меняется не обязательно чтобы прям ценности полностью поменялись может быть приоритет вашей жизни да там если был какой-то момент важна была карьера либо слава либо призвание либо еще что-либо на то через какой-то период это все вот поменялось изменилась на на пошло уже дошло на второй план допустим она первое вышло здоровье на либо отдых но ключевое до слова здесь что ценно для вас то во что вы верите здесь знаете здесь на самом деле очень глубокая такая позиция почему потому что она говорит о том что обычно знаете мы задаем себе вопрос те кто задают глубокий да что в чем смысл моей жизни и вот здесь вот как раз таки происходит что-то нечто такое аналогичное в контексте ответа что смысл с жизни заключается в том чем вы его наполняете вот какие смыслы вы вкладываете вот это вот для вас и является смыслом жизни то есть нету одного общего смысла для всех людей у каждого он свой в силу того что вы вкладываете в эти понятия и вот здесь вот о ценности говоря происходит нечто аналогичное то есть пока для вас это что-то важно и да здесь и нету одной какой-то конкретной ценности до какого-то одного приоритета да например сказать еще раз повторюсь что это может быть здоровье до либо отношения нет здесь как будто бы знаете как этот есть такие столики крутящиеся да в японии и ну либо в каких-то дорогих ресторанах и на них есть много-много блюд и вот вам подвозят этот столик и вы непосредственно крутите этот столик по кругу да там поверхность такая вращающаяся и выбираете тарелку блюда которое вы хотите да то есть вместо того чтобы заказывайте вам приносить то есть он приносит почти все меню условно говоря холодные например тарелки и обеды а вы выбираете непосредственно то что вам нужно вот здесь вот примерно то же самое то есть нельзя сказать что что-то цене и что-то важнее у вас все находится вот прям в одной плоскости и в зависимости от того чем вы наполнены на данный момент вы как будто вот эту вот плоскость вращаете и выбираете но сейчас вы достигли такого этапа когда вот вы смотрите на эти блюда и они вас не наполняет уже вы как будто бы знаете вот здесь вот пресыщение пришло не в контексте того что вы уже насыстились и у вас это все уже есть а здесь именно в контексте того что это не имеет уже смысла для вас здесь как будто бы знаете и вот вы смотрите на эти блюда и вам они кажутся пластмассовыми искусственными не настоящими и вот вы как будто бы мечтаете а вот сейчас бы вот настоящий домашний шашлычок да либо я не знаю вот что-то такое вот прям настоящие не искусственные не вот эти вот заготовки да которые продают например супермаркетах их нужно только разогреть вот здесь вот примерно что-то такое хочется чего-то настоящего и в данном случае здесь у вас это настоящее оно связано больше состоянием вашей души да здесь не материальные блага потому что дьявол он нам говорит о ценностях более земных более материальных потому что энергия дьявола пропитана непосредственно вся наша материя и вот здесь как раз таки это и не хорошо и и неплохо а любую сферу какую вы возьмете ей в любом случае управляет дьявол именно здесь наших низких энергиях и здесь понимание того что идет вот искушение да а попробуй как будто бы дьявол вам говорит сейчас на данном этапе а вот попробуй вот это ты это хочешь а это тебе нравится а может быть это себе предложить то есть вроде бы горизонты открыты возможности много предложение много но то чтобы вот как-то отклик в душе был да чтобы вот как-то что-то зацепила и было бы понятно что это твое вот этого нету нету какой-то ценности действительно настоящий да на что можно было опереться на что от чего можно было бы получить удовольствие все такое все такое одноразовое какое-то и вы как будто бы понимаете суть на данный момент вещей что все какое-то ложное да вот все есть какой-то обман ощущение здесь по энергии того что есть какой-то подвох который я пока не могу понять вроде бы да мне это нужно но не приносит удовольствие вот ключевое не наполняет она и не забирает вас энергию но она не дает вот это вот наслаждение а если дает у она вот какое-то короткосрочное это как съесть например я не знаю сладко если вы любите шоколад то есть она дает какой-то взрыв гормонов до поднятия адреналина возможно и на какой-то период прям а потом когда этот сахар непосредственно будет поглощен в кровь и уже проходит вот это вот эйфория да и потом появляется вот это зависимое что я хочу еще я хочу еще раз это попробовать но как говорится в психологии для того чтобы удовлетворить вас вторично вам нужно будет в два в три раза приложить больше усилий то есть если вы в первый раз съели там например 50 грамм шоколады получили удовольствие то следующий раз чтобы получить аналогичное удовольствие вам не хватит уже 50 грамм надо как минимум уже 150 для того чтобы получить вот это вот удовольствие вы не поймете разницу это вот так устроен наш мозг и отсюда появляется как раз таки вот эти вот все зависимости и привязанности непосредственно по дьяволу да если даже допустим мы говорим об алкоголе да а всевозможных привязанность том числе допустим к интернету к соцсетям да то есть нам не хватает уже просто посидеть 15 минут да мы хотим что-то больше если например мы смотрим я не знаю у кого есть нетфликс либо еще какие-то площадки где вы можете смотреть фильмы либо сериалы вам уже не хватает сесть и посмотреть один фильм вы хотите еще и еще то есть здесь как раз таки вот это вот привязанность она и связана завлечением вашего внимания чтобы зацепить ваше внимание и не отпускать на это построены вот эти всевозможные сериалы вот в данном случае у вас происходит вот этот вот перехват внимания да то есть вроде бы я что-то хочу да и я вот загораюсь и для меня это важно но вот что-то новое перехватило мое внимание да и я уже хочу что-то другое а потом 3 4 в конечном итоге вы когда садитесь для себя определить а что ценно для меня вы не можете понять почему потому что в этих перехватах а вы потеряли себя вы не слышите себя вы уже как будто бы идете ведомый вот здесь вот про это говорит вот это вот эти две карты связка карт слова уже забываю мое внимание тоже до перехватываются это отвечая на вопрос что ценно для вас именно сейчас возможно пока вы не можете определить что именно первично для вас дал что ценно действительно по-настоящему и второй вопрос как вообще изменились ваши ценности и изменились ли они вообще ваши ценности изменились вот то что я говорил как краски ранее в зависимости от того даже не зависимости а связки с вашими возможностями то есть вот когда у вас появляется какие-то новые возможности когда открываются какие-то горизонты вам даются какие-то шансы по жизни ваши ценности сразу начинает меняться к примеру если для вас допустим профессиональная сфера не была важна но вдруг появилась какая-то возможность приобрести недвижимость за очень хорошую сумму а у вас нет денег вот то в этот момент если вам предложить какую-то должность либо какую-то другую работу и пускай нам для вас будет нелюбима но там будет намного больше денег кота благодаря которой вы сможете купить для себя вот эту вот недвижимость да вы это сделаете то есть вот здесь вот вопрос непосредственно перемен и нового начала то есть когда есть какое-то новое начало приоритеты ваши сразу меняются нет такой стабильности чтобы допустим для меня мораль она очень важна есть какие-то принципы до которым я не изменяю вас этого нету вы достаточно легко можете поменять свои приоритеты то есть было важно это первично теперь станет это было там я не знаю еще что-то вы меняетесь достаточно во первых вы изменили в себя в себе дохли бы сейчас находитесь на этом этапе вот то что я говорила до некого такого выбора определения понимания что же все-таки действительно для меня цена у вас изменилось то что вы когда-то раньше отстаивали то во что вы верили то на что надеялись вот там вы претерпели перемены для вас сейчас больше стало важно и ценно и значимо ваше внутреннее состояние то есть если еще раз повторюсь как будто вы знаете вот период взросления какой-то произошел раньше вы опирались на с ней какие-то факторы да на какую-то атрибутику сейчас вы больше стараетесь и учитесь слушать прислушиваться к себе то что цена для вас вам уже не столь страшно соответствовать именно своим собственным ожиданием своим собственным желанием нежели чужим то есть если для вас больше стали как-то знаете практичны в контексте того что если раньше допустим вы хотели купить машину и купили бы больше для показухи то сейчас вы смотрите уже чтобы этот автомобиль был для вас более практичный да допустим если раньше вы могли купить для себя двухместный автомобиль просто потому что он спортивный красивый быстрый и так далее то сейчас вы уже не будете смотреть на красоту на скорость вы уже будет смотреть допустим на практичность силу того что у вас уже есть семья вы уже должны подумать что и другие члены семьи должны войти то есть вы как будто бы больше опираетесь уже на на себя вот на то что ценно для вас если допустим опять таки раньше вы купа покупали для себя что-то такое красиво яркое броское просто для того чтобы через этот атрибут доказать кому-то что-то то сейчас уже у вас не стоит вопрос кому-то что-то доказывать вы например можете одеть я не знаю там джинсы футболку кеды вот и пойти кому-то в гости да то есть не не наряжаясь так как раньше почему потому что комфорт для вас важнее то есть вы себя не теряете независимо от того в какой обертке вы находитесь вот здесь вот что-то такое очень важное произошло поэтому я и говорю о какой-то ценности но в любом случае вот для вас сейчас стало больше ценность знаете любопытство к жизни вы проявляете вам уже стало интересно то на что вы раньше не обращали внимание ну к примеру допустим если вы ходили в супермаркет и покупали элементарно не смотря на состав продукта то сейчас вы уже понимаете вот этот вот искусственность да вот это ложь обман она здесь вот проходит красной нитью по всем сферам то вы уже смотрите допустим на из каких ингредиентов состоит продукты если очень много добавок химических уже этот продукт не будете покупать даже если он там я не знаю копейки будет стоить лучше вы возьмете что-то одно хорошее но при этом она будет полезна для вас она будет не будет вредить вам вот здесь вот что-то такое очень важно материальное стабильное такое прочное и ценное как еще изменились но вы теперь слушаете вы пошли в новое вы теперь слушаете я еще раз повторюсь просто здесь карты дублирует себя говорят о том что вот ваше состояние души она стала уже для вас главным до в приоритете то есть если говорить как вообще все изменилось я иду уже по зову своей души я хочу уже делать то что хочет моя душа то к чему у меня лежит если мне не лишь душа разговаривать с каким-то человеком не уже не важно насколько он там значим ценен и так далее я не хочу мне не нравится после вкусе и я с тобой не буду общаться и я при этом несу ответственность на свое решение и вам уже с этим хорошо вам уже с этим комфортно вот такая вот у нас с вами была первая позиция а мы с вами переходим позиции номер два красненькому камешку и первый вопрос что ценно для вас именно сейчас здесь для вас очень ценно сейчас сделать какие-то обдуманные долгосрочные шаги и поступки для того чтобы все что вы делаете она имела под собой фундамент она была достаточно плодородным она была успешным финансовые аспекты для вас важны сейчас и стабильность какая-то да и для вас важно уже логика то есть раньше двойки больше опирали скорее всего на какой-то вот эмоциональный свой фонда то есть понимая чисто чисто на эмоциях возможно могли принять решение то сейчас вы стали более логичными да то есть вы ищете сейчас стараете свои шаги как-то просчитывать стараетесь больше обдумывать там держите некую такую дистанцию от людей больше закрываете свои эмоции стараетесь их как-то контролировать подпускаете к себе тех людей которые действительно для вас важны в контексте насколько я могу положиться на этого человека насколько я могу ему доверять вот здесь вот преданность то верность она для вас стала в приоритете что еще здесь приоритете здесь приоритете вот именно некая такая замкнутость да но в контексте вот именно бережливости да заботливости по отношению к себе я еще раз повторюсь очень много вы стали вот хочу сказать много да и вот мне кажется что нет вот наоборот скорее всего здесь в равновесие вышли да то есть включаете уже свою голову тогда когда нужно давайте еще мы уточним здесь у вас появилась знаете желание жить жить полной грудью желание быть победителем да уже именно вот своей жизни по отношению к тем целям которые вы ставите и раньше возможно вы были не совсем уверены да нужно вам это или нет получится или нет сейчас вы как будто бы взяли бразды правления своей собственной жизни в свои руки и вот вы ощутили в какой-то степени вот удовлетворение от того когда я хозяин в доме на то есть в своем собственном доме своей собственной жизни как это здорово когда я могу решать не кто-то за меня решает а я могу решать и мне уже не страшно о том что а вдруг я ошибусь да а вдруг что-то не получится здесь вот это вот удовлетворение от дальнейшего движения вы как будто бы начались или научились совершать шаги вперед да на своем пути раньше возможно вы были как-то сомневались стоптались на одном месте вот здесь вот вам уже понравилась как-то вот эта вот позиция быть сверху позиция того что я могу быть лидером да я не могу просто двигаться идти вперед также для вас сан выезд для себя увидели какую-то ценность особенно если вы женщина то вы увидели именно ценность себя по крайней мере вы делаете акцент на это если вы мужчина то здесь ценность для вас стала появилась либо ваша женщина женщина либо ваша мама такое чувство что вы как будто бы пересмотрели отношения к ним как-то стали больше уважать что ли может быть больше прислушиваться я не говорю что вы будете прям стоять на стороне этих женщин но в любом случае вы где-то краем своего уха по проанализируйте то что вам говорят эти женщины как-то почему-то у меня ощущение того что раньше вам казалось что что ты можешь мне посоветовать да что ты можешь мне порекомендовать а сейчас как будто бы у вас перешел произошел пересмотр может быть была какая-то ситуация очень важная вашей жизни да когда вы испугались за за то что этого человека может быть не быть вашей жизни и вы как будто бы по-новому взглянули на этих женщин и они стали как-то и больше стали уважать больше стали ценить я вот так бы сказала если это если вы мужчина если вы женщина то для вас стала ценность непосредственно сама жизнь ваше наслаждение ваши желания вы как будто бы позволили себе до раскрыться что-то просить для себя себя как будто бы стали ставить на первое место если этого еще нет то это для вас сейчас очень важно это цены вы к этому по крайней мере стремитесь как изменились ваши ценности я могу сказать что на 180 градусов вот прям ваши ценности они изменились закрутились именно в то русло в которое должно было быть то есть у вас завершилась возможно какой-то кризисный периода не обязательно с финансами а вообще по жизни может быть это было связано даже как-то со здоровьем и может быть был кризиса непосредственно в отношении но здесь однозначно произошел какой-то пересмотр вы как будто бы пересмотрели свое отношение кому-то либо к чему-то после того когда начали уважать и ценить себя то есть сначала что-то внутри вас переключилась а потом вот через вот эту вот информацию да вы начали смотреть на нас есть ситуации которые вы проживали и у вас поменялось поменялись взгляды причем кардинально поменялись взгляды не то чтобы вы немножечко отошли нет полностью поменяли свои взгляды вы уже пересмотрели позицию свою позицию либо жертвы до когда мной пользуюсь и я ощущал либо ощущала себя как вот я никто да и ценности у меня никакой нет почему я все время жертву почему-то я все время вкладываюсь других людей а вот взаимности отдачи нет и вот это вот сейчас она уже либо уходит либо уйдет до в будущем по крайней мере колесо уже начало свое движение вы совершили вот пересмотр пересмотр касательно с одной стороны может быть вашей семьи ваших взглядов на семью а с другой стороны у вас произошел пересмотр касательно вот именно ваши внутренние наполненности наполненности такое чувство что а что я себе даю да раньше я жила там для кого-то для семьи я не знаю для мужа для детей а для себя что что я получаю что я могу сделать такого до чтобы мои кубки были наполнены чтобы мне было хорошо чтобы я радовался чтобы я как-то вот у вас цели появились двигался вперед вас цели появились вы на то что в принципе начинала вы перестали смотреть оглядываться как-то в будущее в прошлое оговорка по фрейду может быть даже и перестали смотреть будущее но при этом стали проживать именно вот моменте здесь и сейчас для вас стало как-то вот ценно то что вы уже имеете сейчас может быть вы раньше как-то себя но здесь вот через себя идет здесь не через других не через какие-то ситуации вы как будто бы себя ценить стали видеть ли какую-то пору да может быть что-то изменилось и это дала какие-то вот долгосрочные моменты я я не знаю с чем это здесь связано конкретно здесь такое чувство что вот вы долгое долгое время ждали когда может быть вы станете не знаю самодостаточным может быть вы будете жить уже отдельно и вам будет вот какая-то вот независимость да и здесь вопрос не о зрелости а здесь вот именно вопрос а не прикосновение да а вот именно независимости я хозяин я хозяйка своей жизни либо я хозяин своей жизни вот для вас ценно это дружба это доверие вот первично доверие это комфорт это уют это безопасность это материальная составляющая но не в контексте того что вот вы прям гоните за деньгами а просто когда у вас есть денежка в кармане вам на душе спокойно да вот именно комфорт и безопасность вот это вот ценно для вас вы не тот человек который будет сигнаться там за деньгами до чтобы иметь миллионы нет и с другой стороны вы не тот человек который будет соглашаться на рай в шалаше да мне все равно удобная кровать она всегда приятно чем спать на полу вот здесь в вашем случае даже если это будет вот какая-то маленькая кибитка я не знаю какой-то сарайчик он обязательно должен быть теплым в нем должен обязательно гореть огонь вот должен быть комфорт по крайней мере музыка должна такая вот спокойная то есть люди не должны громко разговаривать кричать да все должно быть вот как-то знаете тепло вот теплота души вашей и спокойствие не в контексте холодности и отстраненности а именно вот я не знаю мне почему картинка такая это знаете вот как деревянный какой-то вот домик да и семья и семеро палатка на очень много детей то есть один какой-то вот огромный деревянный стол вот и огромная семья как которая собирается вокруг этого стола вот допустим праздник либо какой-то вот ужин до либо просто вечером и вот вроде бы казалось разделяем трапезу ничего такого особенного нельзя сказать что есть какие-то изысканные дорогие очень блюда нет но при этом они такие вкусные потому что приготовлены с любовью приготовленного с какой-то заботой вот эти вот качество вот эти вот ценности для вас сейчас очень важны может быть потому что сейчас все зима и у кого-то очень холодно на вот хочется вот этого теплоты причем душевной теплоты но и возможно теплоты в прямом смысле слова так вот такая вот у нас с вами была и вторая позиция не хочу делать большие расклады когда на позиции мы с вами переходим позиции номер три и зелененькому камешку что цена именно сейчас для вас здесь как-то интересно интересно в том что вот третья позиция говорит что ваши ценности они появляются после каких-то утрат после каких-то потерь то есть вы начинаете что-то ценить именно сейчас после того как что-то потеряли после того как что-то вашей жизни как будто бы рухнули какие-то ожидания и вот вы сейчас даже имея какую-то некую стабильность вы не хотите с ней расставаться то сейчас вот такой период когда как бы вам объяснить чувство будто вы встаете постепенно на ноги да вот потеряли в прошлом что-то и вы через эту потерю осознаете да какой тот момент взросления происходит когда вы осознаете не то что вы потеряли то что он как больше делать в жизни не надо то есть вот утрата например я не знаю какого-то бизнеса да может быть каких-то отношений вот она как будто бы вас научила как вам теперь нужно выстраивать там я не знаю свой бизнес либо выстраивать свои отношения вы как будто бы наступив на эти грабли очень хорошо четко поняли как вам теперь нужно двигаться и вы приобрели вот какую-то вот эту вот стабильность уверенность в себе что ли период когда вы наполняете силами да знаете вот здесь картинку показываю да как будто бы я не знаю вас обокрали и вынесли абсолютно все и вот вы утром всыпаетесь и вы понимаете что голые стены больше ничего нет но при этом моя жизнь есть да а поскольку есть моя жизнь есть равно четыре стены где можно жить я все начну заново то есть вот здесь как будто бы должно с одной стороны быть разочарование того что вот я остался осталась без ничего да но при этом вот есть хоть стены которые меня холодную погоду защищать есть некая такая безопасность все равно база остается но вы как будто бы не сокрушаетесь потому что вы потеряли потому что есть ощущение что самое ценное но осталось при мне пусть моя жизнь осталась при мне я цел здорово значит я смогу снова создать все что я хочу и вам вот как будто бы этого как-то выражение есть да нет 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 горе обе счастье как-то день помню как это выражение вот здесь вот как-то такое то есть нужно как будто бы расстраиваться до переживать со своих утратах но вот в этих утратах то есть нечто ценное для вас что если бы вы не потеряли вы бы никогда не поняли что действительно по-настоящему важно для вас вы как будто бы осознали насколько важно ваше внутреннее душевное состояние насколько важно ваше удовольствие насколько не то чтобы вы а вот именно ваше настроение ваше состояние насколько а оно важно чтобы не было вот этих вот душевных каких-то ран здесь также знаете вот целость почему не больше показывает про отношения скорее всего либо просто состояние души что для вас было очень важно вовремя завершать то что не приносит вам какое-то удовольствие вот здесь вот какой-то возможно был урок для вас очень ценный что вот жизнь она для вас как будто бы должна иметь какую-то легкость вот по жизни нужно идти легко если есть много трудностей много сложностей вот это как будто бы не ваши и возможно возможно был вот урок который говорил вам о том что надо было давно поставить точку на чем-то то есть вы как будто бы интуитивно чувствовали и понимали что нужно было завершить нужно было оставить а вы как будто бы все равно продолжали что-то и здесь не показывает что у вас насильно это отобрали что может быть так ты наконец-таки поймешь что если даже есть какое-то неприятное послевкусие о чем-то да здесь вопрос не про то что нужно слушать свою интуицию здесь вопрос в том что все должно быть вовремя что жизнь она вы сами себе и усложняете то есть на самом деле она не такая сложная и важнее в жизни получать удовольствие от нее нежели придумывать себе что-то да а что усложнит вашу жизнь я не говорю о том что не нужно мечтать что не нужно к чему-то стремиться но порой вот именно вашем случае да здесь возможно вы как раз таки пошли в другую крайне слишком хотели чего-то и вот за этим нечто большим к чему вышли долгое время вы не обращали внимание на какие-то мелочи на то что вы уже умеете на то что вы уже достигли то здесь вот ощущение того что вы не умеете наслаждаться чем-то таким не то чтобы само самим разумеющимся а в каких-то вот мелочах да то что у вас уже есть и здесь как будто бы вот у вас забрали вот эти мелочи для того чтобы вы поняли в чем смысл то в чем ценность вот я спрашиваю что цены именно сейчас вы цены сами себе ваш опыт который вы прожили вы почему-то вот на свой опыт как-то не обращаете внимание вы не знаю либо может быть недооцениваете себя может быть мне не совсем понимаете насколько вы мудрые насколько вы уже опытны да вот у вас есть знания у вас есть уже какой-то материальный фундамент вы уже смотрите в будущее но вот как будто бы есть прошлое у вас большое баграм есть будущее но вы не осознаете вот этот момент что вот для чего вы из прошлого будущее шли для того чтобы что-то получить а когда вы этим наслаждаться будете то есть вот чувство что вы просто идете 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 а наслаждаться не умеете вот именно сейчас здесь как будто бы что-то у вас такое забрали чтобы это вас встряхнуть до что встрепенуть чтобы обратили внимание что на самом деле все что ты делаешь весь твой опыт он дан тебе для того чтобы ты научилась либо научился ценить себя вы не видите как будто бы ценность себя вот вы я по-моему и в прошлый раз говорил о том троечке что у вас слишком завышенная планка и требовательные по отношению к себе вы не бережете совсем себя вы очень может быть критично к себе относитесь вы требуете большего чем вам на самом деле нужно я могу сказать и это не только обязательно финансов связано а это вообще то есть допустим если вы чувствуете некую усталость а у вас есть например дома я не знаю дети муж которые кричат и говорят мы хотим поесть то есть вы выбираете как-то вот вкладываться в них их накормить нежели просто лечь отдохнуть то есть вы как будто бы себя не бережете понимаете вы себя не цените здесь вы не знаете себя здесь какая-то вот неуверенность присутствует не умение держать баланс не умение быть гибким да здесь умеренность у вас нету вы постоянно себя как-то ранить и вы причиняете сами себе боль и потом показывает что вы являетесь ценностью для для самого себя не деньги не материя не семья не любовь не ничего для вас цены вы вот для вас сейчас урок может быть потому что мне кажется это больше как урок что ценность для вас это вы сами это бережное отношение к себе как я прочитала в одной книге если в течение месяца дважды ранили ваше сердце значит вы его не бережете вот здесь вот примерно та же самая история то есть если периодически вот это вот боль всплывает либо кто-то вас ранит либо вы позволяете то возможно причина то вас и заключается чтобы не совсем бережно к себе относитесь научитесь понимать ценность себя хорошо как изменились ваши ценности вот здесь как раз таки с этим возможно то и связано что ваши ценности изменились и вам нужно научиться либо вы уже учитесь до понимать себя свою собственную ценность через какие-то страхи и из-за того что вот вам как будто бы не интересно общаться до вам общение как-то давалось достаточно сложно и слов вы вы как будто бы не могли договариваться что ли это вы знаете забирала забирала вас как-то энергию очень быстро присущались может быть ну бывают такие моменты да когда люди говорят вот у меня косноязычие я не могу объяснить это чувство не могу словами выразить не могу сказать и поэтому иногда возможно вы теряли даже как будто бы свою правоту потому что вы не могли ее а не то чтобы отстоять а показать другому человеку словесно вербально свою точку зрения и тем самым вы как будто бы стремились к чему-то большему да и вам казалось что вот вот я еще и этой буду иметь и еще вот это и вот тогда я смогу показать другим свою собственную ценность то есть вам нужно было рассказывать говорить а здесь был очень сильный страх на этот счет и вы ментально себя вот своей собственной голове сдерживали сдерживали от каких-то своих целей от каких-то своих достижений того что вы хотели ваши ценности поменялись вот из-за именно состояния бездействия да когда я не действую потому что мне страшно возможно кто-то боялся осуждения возможно боялся критики здесь как-то вот каким-то образом вы боитесь людей что они скажут вот их реакцию именно вербально не то что они сделают по отношению к вам а именно то что они скажут и вот это вот все изменилось это было как-то связано с прошлым обиды ваши возможно проработались на страхе непосредственно того что я останусь один либо одна вот вот это вот все понимаете это все связано с вашей ну как мы говорим до самооценка то есть когда я понимаю самоценность насколько я ценен сам самому себе либо сама себе они все что меня окружает либо какие-то мои желания до моей ценности тогда непосредственно вы научаетесь выстраивать праве на границе и не возникает уже такое вот чувство что я одинок что я не смогу как-то донести свои идеи для других людей меня не поймут потому что здесь вот этот страх быть непонятым он тоже есть я не могу выразить вы медленно шли к этому знаете шаг за шагом разрушая какие-то свои шаблоны вот ваше желание до закрываться замыкаться уединяться вот это вот все постепенно постепенно разрушалась то что вам было как-то трудно и когда были какие-то трудности вы вы как будто бы закрывали за этими трудностями до брали на себя больше обязанностей лишь бы я не знаю не общаться с этим человеком да лучше я сделаю сам чем кому-то что-то объяснять рассказывать почему потому что у вас было такое ощущение что вот я говорю а меня не понимает и потом человек идет и делает неправильно и вот я начинаю винить себя за то что вот что ты не мог объяснить как надо правильно да и вот чтобы избежать вот этот весь круг вы брали на себя больше обязанности лучше я сам сделаю чем кому-то что-то объяснять и рассказывать проблема была в том что вы не могли делегировать из-за того что не знали как сказать таким образом чтобы быть понятым здесь было очень много хитростей в контексте того что вы не получали то что действительно того чего вы чего вы заслуживали почему потому что вы как будто бы боялись проявить свою инициативу да принять как-то вот решение да вы периодически уходили от того от чего-то нового не впускали свою новизну а сейчас как будто бы преодолевая вот эти вы знаете страхи непонятности не не прозрачности при взаимодействии с другими людьми вы это действительно преодолеваете вы работаете по крайней мере над этим на на чем-то но сейчас уже получилось страшно но я все равно делаю да я не знаю как но я сделаю вот это очень 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 важно на самом деле то есть вот именно преодолевать свои собственные страхи но так изменились ваши ценности вы я могу сказать от бездействия ушли причем в очень важных аспектах не суетиться по неизвестно чему и как лишь бы не брать на себя ответственности решения а уже действовать принимать решение и действовать страшно но я это делаю вот и от этого вы себя больше уважаете вы себя больше начинаете ценить что не взирая на страхи я все равно делаю я молодец вот такая вот у нас было и третья позиция а я благодарю вас за внимание напоминаю что все свои комментарии пишите в разделе сообщества вот последним постом на следующей неделе я проведу прямой эфир заранее напишу на анонс какой это день будет и приглашаю вас приходите пообщаемся отвечу на ваши вопросы а я с вами прощаюсь до новых раскладов пока пока